здравствуйте друзья добрый вечер я сегодня отвечаю на вопрос об отношениях соединенных штатов и кубы потому что вот такой неожиданный прорыв никто не ожидал хотя все знали что переговоры ведутся это года наверное года полтора последние шли переговоры шли переговоры с участием и не участием при посредничестве папы римского и канадское правительство очень важную роль сыграла и обама в принципе где-то года с 2009 уже считай там пять лет искал какой-то прорыв в этом направлении но все-таки дело же политическое то есть просто так вот сказать ну хорошо вот мы тебе сейчас дадим чуть мы тебя сейчас признаю вот и тем самым грохнуть 50 с лишним лет сколько там 53 года вот этой изоляции эмбарго со всех сторон разрыв дипломатических отношений помощь от первого года 62 значит я-то помню знаете еще что я-то постарше вот многих на этом канале я помню время когда все это обострение отношений было когда установили на кубе советские ракеты наступательные и советский союз вот ну собственно мы и сейчас то же самое видим значит отрицал что там есть эти ракеты а их спутник американский заснял они говорили что это подделка советский представитель в он говорил что это сейчас школьник такое может сделать такую такой фотомонтаж там и так далее потом выяснилось что действительно ракеты есть советский союз это признал и в общем там целая история была если кому-то интересно я не сомневаюсь что там на википеде там написано советский союз любил фидели кастро он такой молодой был красивый с бородой рауль его брательник вот сейчас он так уже конечно пожилой дядька я думаю там хорошо за 8 с тобой так вот да ну и песни пели знать там со всех концов там по радио неслись кобзон молодой совсем парень еще был тогда вот он тоже пел там с бородой там этим барбудос вот и все знали историю кубинских революционеров как они дать и барбудос бородатые люди в горах сиера невада они там значит ушли поклялись не бриться пока не победят там диктатор батиста такой был и в общем там было много всяких таких революционных событий он кстати не был кастро не был коммунистом изначально он потом уже так к этому пришел насколько я понимаю вот но дело уже не в этом короче его очень любил советский союз помогал он там и оружием и сахар их покупал хрущев с ним целовался обнимался потом все остальные там вожди и тогда они пытались революцию перенести в другие страны латинской америки вот если вы слышали про че гевара это был один из сподвижников значит фиделя который пытался в колумбию они там высадились их там же и грохнули вот этим все закончилось пытались убить его несколько раз там органы американские они конфисковали собственность американскую на кубе и с точки зрения ну как бы американского понимания жизни это абсолютное преступление которое ну то есть ним его нельзя простить его нельзя как-то забыть это как бы ноу ну верни но вот взял верни если ты исправился поэтому в общем короче было сложное такое обострение в общем такая история и плюс это же время было когда коммунизм он так обостренно сосуществовал с капитализмом в частности советский союз и вот эти ракеты а еще фидель он требовал чтобы значит там советский союз напал и ядерный там ядерно напал на соединенные штаты такой экстремист был на всю голову и вот значит идеалист можно так сказать короче отношения были сложными и ввели эмбарго ввели запрет на путешествие ввели вот все что можно ввести все ввели и это продолжается но вот уже свыше 60 лет так получается да нет и 50 свыше 50 лет это продолжается и вдруг значит сообщают одновременно было сообщение рауль кастро президент значит кубы нынешний и президент обама одновременно они сообщают о том что достигнут прорыв и принято решение о возобновлении дипломатических отношений о полном восстановлении не вообще восстановление на полном восстановлении дипломатических отношений тут надо отметить одну тонкость состоящую в том что эмбарго они находятся в компетенции президента эмбарго установлены конгрессом поэтому следующий вопрос вот после того как будет восстановлено дипломатические отношения ну или до того вот что будет эмбарго и тут все смотрят на конгресс и тут мы попадаем ситуацию которая как бы сказать уже достала на самом деле но но в общем в этом состоит смысл политики то есть все что происходит начинает оцениваться с точки зрения по позиции как бы конгрессменов у каждого там своем округе позиции той или иной партии на ближайших выборах вот что будет через два года когда будут президентские выборы значит в принципе это решение ну как бы выглядит позитивным с точки зрения например латинос которые в америке живут и которые тут много они не просто живут а их вот их много их больше чем скажем афроамериканцы они ходят на выборы и так далее то есть как бы говорят ага это он значит пытается значит заручиться голосами там латинос вот так же как например там его это реформа там иммиграционная и так далее значит дальше начинают говорить вот если его поддержать или не поддержать вот как в том округе или в этом округе вот этот депутат там ли этот депутат да конгрессмен сенатор значит как вот значит у него в округе какой расклад и так далее очень многие республиканцы довольны и очень многие недовольны даже республиканцы есть которые довольны демократы многие довольны и многие недовольны здесь как бы разногласия пошли не по партийным рядам а так как бы наискосок хотя мы понимаем что республиканцы более твердолобые демократы они такие более либеральные склонны к компромиссам там и так далее но значит что там произошло был дядька один которого пять лет назад там заарестовали посадили он работал в организации юэс эйд и он там как бы присутствовал там по еврейской линии то есть он помогал налаживать выход в интернет значит живущим на кубе евреям сколько там евреев я не знаю может там есть там 50 человек и даже не знаю как это попали но но не важно вот что-то он такое там делал и дать людям доступ к интернету это конечно страшное преступление там ему еще что-то там приписали прицепили я я не знаю так сказать подоплеки этой но в принципе вот его посадили дали ему там что-то такое срок какой-то а у него еще здоровье ухудшаются и но там есть еще одна вещь которая не так опишируется но тоже очень важно там уже 20 лет томится в застенке серьезного уровня американский разведчик не объявляется имени ничего не известно про него известно что он есть так вот значит в качестве вот этих обменов там жестами доброй воли то что произошло кубинцы выпустили вот этого значит господина гросса который там по еврейской линии значит интернет проводил выпустили вот этого неназываемого высокого уровня значит шпиона разведчика американского выпустили из тюрем 50 диссидентов политических противников режима так то есть как знак того что они в общем готовы смягчиться как режим соединенные штаты отпустили там была пятерка их было пять человек но вот трое еще находились значит в тюрьмах американских остальные раньше вышли их отпустили вот еще трое их выпустили они как бы это кубинские разведчики но они не просто разведчики там на них еще и как бы погибшие люди есть четыре человека погибли в результате там их деятельности вот ну пишут так я сам пойти там не присутствовал но как бы я из того что пишут рассказывать значит сразу там начинают люди пытаться делать какой-то политический капитал значит нападая на обаму или наоборот поддерживая обаму и вот там начинают что вот он взял и похоронил там 50 лет значит там наших усилий что ничего с них не получил просто взял я и отступился ничего не получив взамен другие говорят что он получил замен что я хочу сказать что в этом есть некий прогрессивный что ли ход в правильном направлении как я бы так сказал состоящий в том что мир изменился за 50 лет очень кардинально и даже то что там допустим рауль кастра и там может быть еще какие-то пацаны там из тех из той банды еще живы это не значит что это те же самые пацаны они изменились куба которая в течение некоторого времени была как ну что ли красная тряпка что ли для сша потому что она бросала вызов другим латиноамериканским странам что вот можно можно избавиться от там империализма можно сделать бесплатное образование для всех включая высшее можно наладить систему здравоохранения вот они советским союзом там при помощи ссср все это налаживали то есть какое-то время для бедных нищих стран без образования и без медицины куба выглядела как такой прямо маяк но дальше что больше того куба была но вы вы не помните а я отлично помню куба была председателем движения неприсоединения вот представьте себе да вот есть социалистические страны там вот есть блок варшавский договор есть нато а было движение неприсоединения и вот куба была председателем движения неприсоединения все эти какой раздражающий фактор дикий там и югославия была и китай был там еще кто-то был но на всяком случае вот куба вот Поэтому Куба была, как сказать, Куба использовалась Советским Союзом в качестве такого, как сейчас, гибридные войны, да? Вот, значит, кубинцев посылали на выполнение боевых операций, то есть, когда рушилась колониальная система, значит, кубинцев посылали проводить, так сказать, помогать социалистически настроенным африканским режимам. Кубинцы воевали в Намибии, кубинцы воевали там в Юго-Западной Африке, португальские в Мозамбике, они там где-то были, по-моему. Я сейчас уже так не очень помню, чтобы сам молодой еще был, но они просто брали этих кубинцев, переодевали их там, они тоже такие же там, черненькие с виду, и посылали их там пару дивизий, они со всеми разбирались там, расправлялись. Вот это, в Анголе, да, в Анголе. И вот, значит, к чему я все это рассказываю, Куба была очень серьезным, раздражающим фактором для Соединенных Штатов. И вот, сейчас там еще пытаюсь тут напасть, там напасть. Я вот читаю все эти нападки, они копеечные, они грошовые, они игнорируют фундаментальные вещи. Нет сегодня больше коммунистической угрозы, ее нет. Там некоторые говорят, а чего вот мы же с Китаем, вот Китай коммунистическая страна, Вьетнам коммунистическая страна, мы же, у нас же нет с ними там блокады какой-то или там эмбарго каких-то, мы с ними нормально сотрудничаем. А с этими-то мы почему не можем, что такого с ними произошло? С Советским Союзом сотрудничали. Знаете, не было же блокады или эмбарго там, каких-то таких фундаментальных. То есть, но сегодня коммунизм не является вообще никакой угрозой. Коммунизм настолько обанкротился в глазах абсолютно всех на этой планете, что бояться Кубе или противостоять какому-то влиянию там или что-то абсолютно бессмысленно. Я помню, пару лет назад я брал курсы такие по, это называется, есть такая сертификация, называется Certified Career Counselor, там что-то такое, там психология в основном, такой психологический курс. Я брал такой курс, и там приехала женщина из Тринидад и Тобаго, такие вот пара островков. Вот. Ее муж президент университета, она там вот такой карьер-канцелор в этом университете, там в Порто Прэмс. Ну и мне так любопытно было, это человек с Тринидад и Тобаго, мы с ней так пошли погулять по городу, я там пару магазинов отвез, которые она тут не знала, локально с ней подружились. И я так вот спрашивал ее там о разных странах, куда они, что, я говорю, а на Кубе бывало, вообще у вас народ ездит на Кубу, она такую гримасу сделала, я говорю, а что, она говорит, Майкл говорит, ну какой же человек в своем уме поедет на Кубу, это нищая, жалкая страна, чудовища, что же там ехать-то, что это за место такое. Говорит, вот во Флориду поехать, там в Майами, да, там шоппинг можно, а что же на Кубу-то. Поэтому, к чему я говорю, что Куба перестала быть чем-то, с чем мы вот отсюда боремся, да, чем Соединенные Штаты в этом смысле, да. И сейчас время другое. Сейчас время посмотреть на молодежь, которая там живет. Сейчас время дать этой молодежи возможность приобщиться к западному миру, приобщиться к ценностям западного мира, приобщиться к материальной культуре западного мира. Создание рабочих мест, торговля, ведь есть невероятное количество людей, живущих, ну кубинцев, и не только кубинцев, это не обязательно должны быть бывшие кубинцы, Но, особенно кубинцы, у которых там и родственники, и друзья там, и так далее, которые имеют капиталы, причем серьезные капиталы, и не только во Флориде, там, по всей стране они живут, которые с удовольствием там, допустим, и родственникам деньги пошлют, и может быть, если будет возможность каких-то коммерческих там бизнес-оппортюнити, с удовольствием примут участие в этом, и так далее. Может быть, для того, чтобы Куба развернулась капитально, в капиталистическом таком направлении, нужно, чтобы уже, наконец, умерли вот эти вот вожди, и дальше там, дальше... Конечно, страна чудовищно коррумпирована, конечно, вот эти паханы большевистские, они там, все себя, остальным фигу. Конечно, если под их руководством будет происходить, так сказать, капитализм какой-то, или там, возврат к капитализму, конечно, это будет то же самое, что вы видите, вот, наверное, там, где вы сейчас живете, если вы живете, там, я не знаю, в странах бывшего СССР. Но, тем не менее, это на порядок лучше, чем жить там в ГУЛАГе, или там, даже за забором от ГУЛАГа. Поэтому я думаю, что для Кубы, для людей, которые живут на Кубе, это будет большим и серьезным облегчением, возвратом Кубы, как бы, в цивилизованный мир. Конечно, за исключением Соединенных Штатов, наверное, не так много и государств, собственно, не имеют дипломатических отношений с Кубой, или там, экономических отношений с Кубой. Но, тем не менее, я хочу сказать, что все эти вместе страны, по совокупности, не могут оказать такого влияния на жизнь, на Кубе, на экономику Кубы, и на политику Кубы, как Соединенные Штаты. Это просто несопоставимо, что вот все, что остальной мир там может Кубе дать. Вот, поэтому, я думаю, это время, вот, придать такой импульс. Это и для Соединенных Штатов на пользу, потому что, значит, это, какие-то товары туда пойдут, значит, какой-то бизнес начнется. Это вообще хорошо. В настроении хорошо. Вот, поэтому, и самое главное, что ни Рауль, там, ни Фидель, там, никто из них не вечен. И надо создавать платформу для будущего восстановления Кубы, как полноценного, хорошего государства. И там не так много населения. Я не знаю, сколько там сейчас можно глянуть на стоять. Семь-восемь миллионов, ну сколько там, девять. И там какой-то уровень вполне такой, по латинским, латиноамериканским понятиям, приличный уровень образования. Там есть база, на которой можно что-то такое развивать. Да, бедный народ, конечно, в смысле, материально бедный, экономически подорванный. Советский Союз их бросил, да, то есть он их раньше как-то поддерживал, это был форпост, и вдруг, бах, нет Советского Союза. Россия их содержать не может, и, собственно, чего ей нужно ее содержать. Поэтому так вот, в общем, сложно. Но я считаю это очень позитивным шагом. Я считаю неуместным какие-то там колкости, подколкости, вот этой всякой фигней заниматься. И пытаться сшибить там три копейки, тут три копейки, там. Подменяя долгосрочные интересы Соединенных Штатов и Кубы, и всего мира. Знаете, какой-то дешевкой, тошнотной, набившей оскомину. Поэтому я думаю, что это все было очень правильно. И, как бы, для всего мира хорошо. Чем меньше в мире напряженности, тем лучше. Это серьезный удар по венесуэльской диктатуре. Это серьезный удар вообще по диктаторам. Говорят, что вот, смотрите, значит, какой сигнал мы подаем там другим диктаторам. Оказывается, можно, значит, там не меняясь, что сейчас там отменят твои там санкции, там или что-то, или чего-то. Там кто-то говорит, что вот, мол, там и Россия такая же, как Куба, там санкции не помогут, и нефига было их устанавливать. Кто только не пытается спекулировать на всей этой ерунде. Понимаете? Не нужно параллелей никаких, никаких параллелей нет. Вот есть Куба, есть одна страна, и есть другая страна, Соединенные Штаты, с колоссальными, многолетними, очень сильными связями, с большим количеством кубинцев, живущих в Соединенных Штатах. И я бы сказал, что мне очень нравится, что это произошло, и я надеюсь, что Конгресс не станет цепляться и отменит эмбарго тоже. Вот, чисто торговое. Это, в общем-то, в интересах Соединенных Штатов. Почему кто-то им должен продавать, а мы нет, я даже не знаю. Это вообще смысла никакого не имеет, экономического и политического тоже. Чем больше с ними будет торговли, тем скорее они сдвинутся в политическом смысле, потому что у них, они перестали быть сявками Советского Союза. Понимаете, они живут своей жизнью, своим миром, им не на кого больше надеяться, извне. Поэтому они смотрят по сторонам и, как бы, с ними можно разговаривать и договариваться, и у них есть миллион соображений в пользу того, чтобы договариваться и, может быть, даже и меняться или что-то такое там делать, чтобы, ну, экономически быть сильнее и политически быть сильнее, может быть, и так далее. Они же не отказываются от коммунистических, там, идеалов своих. Да и не надо, ради бога, вот и в Вьетнам не отказываются, и в Китае не отказываются. Ничего страшного, но как там люди живут сейчас по сравнению с тем, как они жили раньше, и какие хорошие у них отношения сейчас с США по сравнению с тем, как были раньше. Поэтому я думаю, что Куба это, как бы, следующая остановка на этом пути, причем это, как сказать, это очень близкое Соединенным Штатам государство, не только географически. Это не Вьетнам и не Китай. Поэтому я думаю, это очень и очень здорово, то, что вот это произошло, то, что политики с обеих сторон смогли договориться и вот сделать такой прорыв. То есть я очень поддерживаю. А что касается, а вот как американцы относятся, я за всех американцев сказать не могу. Вот, я могу почитать, что пишут там и так далее, но сегодняшние американцы не помнят кубинской угрозы, сегодняшние американцы не помнят Че Гевару, сегодняшние американцы не помнят никакого зла такого со стороны Кубы, и там, и диктатора Батисту не помнят. Это им чихать, на самом деле, на те там плантации сахарные и там фабрики по переработке сахара или даже пляжи, которые там когда-то люди, значит, принадлежали американским владельцам. Я бы даже сказал, что любители сигар, например, кубинских, там, как-то не курят сейчас народ совсем не то время, что было раньше. Хотя вот сейчас как бы запрещены сигары, нельзя продавать их в Соединенных Штатах, эмбарго. Хотя вот в Канаде полно, я не знаю, кто их курит. Я ни разу не видел человека с сигарой на улице, но, а может, они где-нибудь в баре сидят, не могу сказать. Поэтому другой мир совсем, ну другой. И люди, которые сегодня живут, им трудно объяснить, почему надо вот держать такое эмбарго, почему надо запрещать поездки, почему нельзя на пляж поехать, почему, собственно, почему вообще вот что-то такое, вот такое, что. И я думаю, что большинство населения очень хорошо к этому относится. Но, не знаю, посмотрим. Наверное, будут опросы, наверное, будут какие-то статистические данные. Вот просто мое мнение вот на текущий момент. Счастливо! Счастливо! Счастливо!